Всем огромный привет! Меня зовут Карина. У нас сегодня парфюмерное видео на моем канале. Мы будем говорить о праздничных ароматах. Вообще, я это видео держала, знаете, по принципу «не трогай это на Новый год». И я хотела выпустить его где-нибудь прямо вот в последние дни перед новогодними праздниками. Но так сложилось, что у меня сегодня очень хорошее настроение, которое просто грех упускать. Я понимаю, что так искренне, как о праздничных ароматах, так как сегодня я, наверное, не расскажу, потому что в целом я держусь обычно в настроении от хорошо до нормально. А вот так вот, чтобы фонтанировала из меня радость, такое бывает редко. Поэтому сегодня я по традиции напомню, что лайк, подписка, колокольчик, комментарий, поделиться, спонсорка – это все делают лучшие люди на земле. Желаю вам приятного просмотра и перехожу сразу к теме видео. Первое, о чем я хочу сказать. У меня новый микрофон. Он прям новый, совсем новый, вообще другой, другого бренда, другого всего. Если и с ним будет что-то идти не так, мои полномочия на этом закончились. Я уже перепробовала все возможные варианты. Кроме того, да, вы можете спросить, Карина, что у тебя с волосами? Потому что вы меня в последний раз видели на пару тону светлее. Объясняю. Я сегодня утром проснулась с мыслью о том, что мне нужно просто освежить цвет волос, потому что корни уже сильно отросли, ну и все такое. Пошла, купила две пачки краски. Одну того оттенка, которую я всегда крашу корни, а другой, думаю, на длину, на тон светлее. По факту я на два тона темнее примерно, может быть, на полтора. Наверное, я так подозреваю, что все-таки дело не в краске, потому что краска проверенная, профессиональная и все такое. Скорее всего, дело в том, что я сто лет не красила длину волос, у меня просто отрастал цвет корней. И, наверное, причина кроется в том, что у меня очень хорошо увлажнены сейчас волосы за счет постоянных масок, кондиционеров, бальзамов, всего такого, левинов и прочего из-за кудрявого метода. Я надеюсь, что это все смоется за несколько применений. Если нет, мне, в принципе, и так неплохо. Потому что осветляться, знаете, радикально я точно не хочу. Это убивает завиток, к сожалению. Но, если что, и так хорошо. Но надеюсь, что все-таки я смоюсь, потому что обычно у меня краска достаточно быстро смывается в какой-то такой равномерный, более-менее оттенок. А сейчас такой back to 2019 или даже куда-то раньше. Нет. Наверное, начало 20-го. Неважно. В общем, давайте переходить к теме праздничных ароматов, потому что даже никакая краска для волос не испортит мне сегодня настроение. Очень уж оно хорошо. И когда мы говорим о праздничных, новогодних ароматах, первое, что приходит в голову, это, конечно же, ангел, мюглер, естественно. А что еще? Это действительно аромат праздника. Это моя звезда, сияющая в ночи. Это небесная броня. Это ангельские крылья за спиной. Это просто один из лучших ароматов на земле, по версии меня. Люблю бесконечно, ношу всегда с удовольствием. Когда хочется носить ангел, значит, пришли новогодние каникулы. Значит, пришло Рождество, значит, пришел Новый год, Ханука и все вот в этом духе. Значит, пришла зима, длинные вечера и так далее. Люблю. Если говорить относительно самой композиции, я думаю, что все ее без меня прекрасно знают. Это много кислых ягод, много фруктов, сахарная вата в каком-то количестве и почули. Это такое странное, сладкое, потому что, с одной стороны, в нем очень много этиломальтола, и никто до Оливье Креспа в 1992 году не использовал этиломальтол в таком количестве, в парфюмерии. Но при всем при этом он не вызывает ощущения, что вас просто бьют мешком сахара по голове, как, например, это бывает с какими-то более поздними гурманскими ароматами. Вспомним то же самое Лавиабель от Lancôme. Нет, здесь очень яркий контраст сочного, сладкого и, собственно, вот этого темного шоколадно-почульного с перезвоном металла. Я знаю, что ангел или любят, или ненавидят. Мне повезло, я на стороне тех, кто его обожает, поэтому главный праздничный аромат для меня всегда он. Если вдруг вы по какой-то причине, я не знаю, проспали под камнем и с ангелом не успели познакомиться, друзья мои, самое время. Я не обещаю вам, что этот аромат вам понравится, но обязательно попробуйте его, потому что это действительно то, что нужно знать. Как минимум потому, что это аромат, который открыл собой целое направление гурманских ароматов. До ангела гурманики в парфюмерии просто не существовало, да. Вот так вот, 92-й год совершил революцию. Скоро аромату уже 30. Шампанское. Что, как не шампанское, ассоциируется у нас с Новым годом? И домроса от бренда Лиликит Имаджинерс, это, наверное, самый такой доступный вариант парфюмерного шампанского, которое по карману многим. Тем более, что у бренда существует тревел-формат. У меня это старый выпуск, который уже вот такой вот синий-зеленый. Дело в том, что изначально цвет жидкости во флаконе, он такой припыленно-сливово-розовый. Но такие оттенки, они мигрируют, такие оттенки нестабильные. Со временем они выцветают в симпатичный, на мой вкус, зеленый цвет. Грейпфрут. Здесь очень характерная такая грейпфрутовая сернистость. Плюс роза. Плюс, собственно, вот за счет грейпфрута создается ощущение шампанского. По большому счету, больше так особо ничего здесь и не чувствуется. Ну, наверняка там какие-то мускусы, пачули, я не знаю, сандалы или что-нибудь. В этом духе где-то в базе амбры для просто фундамента композиции здесь присутствует. Но пахнет, это именно такой грейпфрутовой, пузырьковой. Вот весь этот перляж шампанского здесь ощущается. Розой красиво невозможно. Как я уже сказала, у бренда есть тревелы, поэтому пробуйте обязательно. И миниатюрочку, хотя бы маленький объем на Новый год, вот под настроение, знаете, под платье, под прическу. Если вы празднуете Новый год именно так, не в пижаме, как я, например, то для вас это вот просто то, что доктор прописал. Если вы богатая женщина или богатый мужчина, и в принципе, если вы любите действительно дорогие ароматы, то я, наверное, порекомендую лучшее шампанское. Я, у меня, к сожалению, пока только сэмпл, но будет флакон. Я поняла, что сколько можно тянуть кота за все подробности. Флакону быть обязательно в будущем году. Это аромат Робиус Милана, который называется Руш. Первый аромат марки. Хитяра Продаж. Это у нас концентрация парфюм, насколько я могу судить. Делала его, по-моему, Соня Констант. Потом дорабатывал Рожа Дав, если мне не изменяет память. И это розовое шампанское. Это розе с малиной, с клубникой, с какими-то красными ягодами. Вот если здесь есть ощущение шампанского, которое сделано из белого винограда, то здесь определенно розовое что-то. Прекрасный, абсолютно прекрасный парфюм. Мне кажется, это самое достоверное шампанское вообще в мире. Безумно его люблю. Шампанское скорее не брюд, а полусухое, по ощущениям. И третье шампанское. Вот здесь уже, собственно, и про домроса я тоже могу сказать, что скорее полусухое. А вот если вы любите экстра брюд, если вы любите шипры, то вам сюда. Это шипресим от Мюглер. Бутиковая линейка Мюглер Лес Эксепсионс. Прекрасно вся. В отличие от многих других бутиковых линеек, которые в основном обыгрывают тему компонентов, ну то есть какое-то прочтение розы, какое-то прочтение жасмина и так далее, линейка Лес Эксепсионс, она обыгрывает основные парфюмерные семейства. Здесь есть колонь, шипр, фужер, амбра, пудра и так далее. И есть, собственно, как я уже сказала, шипр, это шипресим, по-моему, один из лучших ароматов у марки. Он, в свою очередь, аммаж классическому аромату такой вот шипр шампанское старой школы. Это, конечно же, шампань от Эвсен Лоран или впоследствии Эврес от Эвсен Лоран, который делала великая София Гройсман, аромат в виде пробки от шампанского с мюзле. Там был шипр с персиками, а здесь шипр с грушей. И вот это сочетание дубового мха и всей этой мшистой части с сухой и строгой аромата, плюс несладкая груша дает ощущение именно сухого, просто экстра брюта, который вы закусываете ломтиком холодной груши, знаете, вот из холодильника достали, который хорош, люблю, ношу с удовольствием. Если у вас не складываются отношения с основной люксовой частью бренда мюглер, обязательно пробуйте бутиковую, они достаточно отличаются. Я знаю, что многие люди, у которых не сложилось с основными мюглерами, в бутиковой линейке находят какие-то свои ароматы. Ну, я немножко другая ситуация, другой случай, потому что у меня в целом складывается с мюглерами, это один из моих любимых брендов, поэтому могу рекомендовать 90% того, что они делают. Но уж шипресим, особенно если вы любите шипры, попробуйте обязательно. Когда речь заходит о бесконечном веселье, нельзя не упомянуть его. Самый веселый аромат прошлого года, самый жизнерадостный аромат, лицом которого должны стать не какие-то там знаменитости, а наша простая и понятная веркая сердючка, потому что воткнуть в голову звезду, и я красавица, и танцевать всю ночь, веселиться бесконечно, это бетерпич. Сладкие, персики, глипкие, газированные. Он очень хороший. Я его обоняю, мне хочется улыбаться, мне хочется радоваться, мне хочется веселиться, и знаете, я даже... Хотя я сегодня в Думроса, но я даже сделаю вот так, потому что правда хорошо, он очень классный. Пока занимает, наверное, третье место среди вообще моих любимых фордов. Первое место у меня занимает Жасмин Руш, он просто стоит на пьедестале почёта, и я люблю, люблю и поклоняюсь ему вечно. На втором месте страстно желаемый мной солей неж, вот просто хочу, не могу уже, вот чешется всё. И третье место – это бетерпич. Вот если построить как бы мой хит-парад, то будет так. Пробуйте. Да, многие говорят, что типа, ой, ну это же просто персик. Знаете, вот так вот сделать просто персик вообще дано не каждому. Ещё один аромат, тоже из концерна Эстелаудера, это Киллиан, это Энджел Шер. Это чуть-чуть другое настроение. Это вот не Айнэнея, я красавица, это уже зима, Рождество, загородный дом, потрескивают в камине поленья, вы сидите с друзьями или там с любимыми, пьёте какой-то пунш или что-то такое вот на основе коньяка сваренное, на вас эти дурацкие свитера с оленями, вы веселитесь, радуетесь, за окном кто-то где-то вдалеке пускает фейерверк, скрипучий снег, такой хороший мороз, действительно хорошая, красивая зима, возможно не у нас, возможно, знаете, вообще это альпийское шале, почему бы и нет. Он один из хитов продаж у бренда, он действительно там побил все рекорды, его очень любят, его очень многие знают и носят, обязательно пробуйте, потому что, ну, чертовски же прекрасно, просто чертовски прекрасный аромат. Тан-тан-тан, дальше. Дальше у нас Амуаж Саншайн. Я прям вот на стенде Амуаж, у меня действительно стенд Амуаж, потому что у меня Амуажа много, и они у меня все стоят на одной полке. Я просто внимательно вот так вот стояла, смотрела на все свои флаконы, думала, вот какой из них, потому что были некоторые у меня сомнения, какой более для меня праздничный, и все-таки я пришла к выводу, что это Саншайн, это абрикосы, асмантус, табачок, сладко, ярко, сочно, немножко томно, они где-то вайбом перекликаются, вот, наверное, вот так, но все-таки разные, я не могу сказать, что один в состоянии заменить другой, это разные духи, про пахнущие совершенно по-разному, но где-то с одним настроением, единственное, что флор тут более какой-то по-детски радостный, наверное, а Саншайн более, как я уже сказала, более томный аромат, но тем не менее, это очень праздничные штуки, для меня оба. Праздничность бывает разная, есть люди, для которых праздник, это там вот высокие каблуки, это какое-нибудь платье, не спадающее в пол, какие-нибудь фамильные жемчуга и прочее, если для вас праздник, это вот так, Роза Каролина, Роза Каролина от бренда Шапар, аромат, посвященный Каннскому фестивалю, собственно, золотая пальмовая ветка Каннского фестиваля у него на ободке, неприлично дорогой, потому что этот флакон, в ЦУМе продается порядка 45, по-моему, тысяч рублей, шикарная Роза, вот никаких других слов, кроме шикарной Розы, мне в голову не приходит, плотный, насыщенный, с шафраном в начале, потом становящийся более ягодным, это Алые Розы, огромнейшее букетище, не копия Росмании, его миллион Алых Роз для любимой женщины, вот иллюстрация этой прекрасной, очень красивой, очень трагичной истории, мог бы стать этот парфюм, конечно, очень красивый флакон, смотрите, красный цвет, это золотая крышка, с этими деталями, боже мой, боже мой, это очень красиво, я говорю, если для вас праздничность, значит, торжественность, это где-то синонимично в вашем восприятии, вот такие ароматы, конечно, очень хороши, и другая Роза, которая на самом деле лично для меня, потому что для меня праздник, я не умею быть торжественной практически никогда, для меня праздник, он скорее про вот эту радость жизни, знаете, через край, это Роза Берберанзо, от Lancome, я до последнего сомневалась показывать вам этот парфюм или нет, потому что он снят с производства, к сожалению, это самый красивый из бутиковых Lancome, но, видимо, продажи показали, что он продается не так, как хорошо, как хотелось бы, его, соответственно, вывели, это Роза, причем здесь плашка, вот на которой, вот эта металлическая, на которой написаны, собственно, основные ноты аромата, это Абсолют Дамасской розы и Эссенция Дамасской розы, плюс специи и фисташки, еще, конечно, много малины, она малиновая, она, ну, фисташки я, честно говоря, так давно их ела, я не очень люблю фисташки, мой любимый орех это фундук, поэтому остальные я покупаю достаточно редко, я люблю фундук, я люблю грецкие орехи, вообще, поэтому, я, честно говоря, плохо помню, как пахнет фисташка, вот так вот, чтобы прям, фисташковое мороженое я здесь не ощущаю, например, но малины много, сладкого много, радости много, если он вдруг вам попадется где-то на ресейле, потому что еще можно периодически поймать флаконы, обязательно хватайте, потому что красота невозможная, действительно радостный, очень зимний, такой вот, прям в настроении, каких-то осенних, зимних праздников, всего того подобного, да и не только, кстати, я его вполне себе прекрасно ношу, наверное, во все месяцы, кроме, вернее, во все сезоны, кроме первой половины лета и второй половины весны, во все остальное время, то есть в конце лета, в начале осени, осенью в целом, зимой, в самое начало весны, когда иногда хочется, знаете, невесенних цветов, а сладенького, он тоже мне отлично заходит, поэтому тоже очень праздничная штука. Вот такой получилась моя подборка праздничных ароматов. Мне кажется, я так давно в видео не улыбалась, очень давно. В общем, пишите, пожалуйста, мне в комментариях, мне будет интересно узнать, какие ваши любимые ароматы, если вы не рассмотрели, что у меня на значке, у меня здесь стилизация NASA, но только с кошачьими ушками, написано Ketsa, Ketsa, такая вот. Пишите в комментариях, какие праздничные ароматы есть для вас, что для вас ассоциируется с радостью в полный рост, что вы носите по праздникам. Я, конечно, ношу гораздо больше. Еще Пантеру Кортье в духах, но мне кажется, вы от меня отпишетесь, если я расскажу вам про нее еще раз. Поэтому не буду. Потому что я, мне кажется, в последнее время очень ее у вас так подзагрузила. В общем, пишите комментарии, какие праздничные ароматы существуют для вас, что у вас ассоциируется с праздником. А я вас благодарю за внимание, я благодарю спонсоров, спонсоров уровня эксперт, людей, которые поддерживают мой канал всеми возможными способами. Как я уже сказала, вы просто лучшие люди на этой планете. А я вас целую и обнимаю. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok